Знакомство Сергея Литвинчука с музыкой, пожалуй, мало чем отличается от распространенных случаев. Музыкальную школу родного города Пинска за руку его привела мама. Выбор инструмента был спонтанным. Баян после недолгих размышлений решили оба. Пять лет обучения прошли не зря. Увлеченность игрой привела юношу к осознанному решению поступить в музыкальный колледж, чтобы продолжать развивать свои способности. Сегодня, спустя много лет, мужчина трудится в стенах ставшего родным учреждения. Первая – Брестская детская музыкальная школа, занимает должность заместителя директора. Годы идут, сменяются поколения музыкантов, признается Сергей Литвинчук и добавляет неизменно одно – любовь к инструменту и желание постигать музыку. Баян – это инструмент-оркестр, невзирая на то, что это народный инструмент. Современный баян – это джазовый инструмент, в том числе это эстрадный инструмент. На нем можно играть, в общем-то, все, начиная от народных мелодий и заканчивая классическими произведениями. Что, в общем-то, в стенах академических учреждений, таких как музыкальное училище, консерватория в основном и делает, что играет классическое произведение. Ну, а затем уже навольная хлеба, что называется. Поэтому баян – это очень интересный и удивительный инструмент, которым может все. О любимом инструменте Сергей Литвинчук может говорить бесконечно. Однако словами не передать, как нужно относиться к тому, что дорого сердцу. В этом случае мужчина предпочитает выражаться на языке музыки. Стаж работы музыканта – ни много ни мало, 16 лет. К делу Сергей Литвинчук всегда подходил с любовью и, что немаловажно, огромным интересом. Помимо преподавательской деятельности, мужчина сумел реализовать себя в качестве художественного руководителя ансамбля «Ронда». Стал у истоков его создания 14 лет назад. За такой продолжительный отрезок времени коллектив неоднократно заявлял о себе, как в республике, так и за ее пределами. Достигнув статуса народного ансамбля, его представители во главе с Сергеем Литвинчуком продолжают двигаться дальше, строят амбициозные планы на будущее. Ансамбль активно занимается концертной деятельностью. Мы в Бресте активно даем концерты, нас привлекают как на городских мероприятиях, там областных. Ну и ездим, ездим. Ездили у нас, были связи, и они остаются связи. В Киев ездили, в школу, в Санкт-Петербург на конкурс ездим. Ездили в Гродно, уже неоднократно в школу имени Семеняка. Мы приезжали в гости, давали сольные концерты. Вот недавно, буквально 4 дня назад, мы были в Луцке. В сфере культуры города Бреста трудятся истинные энтузиасты. Пример нашего героя Сергея Литвинчука показателен. За труд и преданность своему делу в профессиональный праздник музыкант получил почетную грамоту Совета министров Республики Беларусь. Все знают, что, к сожалению, оплата труда их не очень высокая, но, несмотря ни на что, эти люди достойно делают свое дело и доставляют людям своим творчеством истинное наслаждение и удовольствие. Ну, а, конечно, особое поздравление Сергею Васильевичу Литвинчуку. Мне очень приятно, что член нашего коллектива, первой музыкальной школы города Бреста, удостоен такой высокой награды. Такие яркие представители культуры города Бреста, как Сергей Литвинчук, гордость областного центра. Их знают в лицо, их уважают за преданность любимому делу. Их высоким исполнительским мастерством восхищаются. С них берут пример многие.